Развитию Дальнего Востока посвящен молодежный форум ИТУРУП-2015, который стартовал на одноименном острове Курильские гряды. Свои проекты представят молодые ученые, преподаватели, представители поисковых отрядов, общественных движений и документалисты. Всего участвует свыше 100 человек. Столько ИТУРУП не принимал никогда. О том, как готовились к их приезду и чего ждать от форума в материале Сергея Арсенечева. Поездами, самолетами и, наконец, теплоходом. Он шел из Южно-Сахалинска в Курильск почти сутки. И вот она, долгожданная островная земля. Даже просто добраться сюда хоть раз в жизни – уже победа. Путь стоит половины самого путешествия и форума. Участники первой смены образовательного молодежного форума ИТУРУП приехали из разных уголков страны. 60 регионов, в которых теперь будут гордиться визитом на Курилы. За редким исключением, здесь все впервые в жизни, включая коренных дальневосточников. А вот, знаете, здесь проблема. Стоимость билетов очень большая. Мне дешевле в Москву слетать, чем на Курилы прилететь. Для участников форума организаторы разбили шикарный лагерь на берегу океана. Жить молодые ученые и активисты будут по традиции форумов в палатках. Спартанские условия, впрочем, никого не смущают. Впереди экскурсии по живописным и уникальным в России местам. Это место в народе так и называется – зоопарк. Сюда, на свалку, куда вывозят рыбные останки, словно в столовую приходят полакомиться медведи. Бывает, что собираются сразу по несколько штук, но вот даже сейчас их уже шесть. Отсюда до площадки, на которой проходит молодежный форум, всего пять километров. Вот она, настоящая близость дикой природы. Медведь – хозяин леса, человек – хозяин этих мест. Проекты развития Дальнего Востока, с которыми приехали участники, так или иначе касаются человеческого капитала. Президент России обозначил вектор развития этой части страны как основной приоритет на ближайшие десятилетия. А значит, здесь нужны люди. Павел Сахалина продвигает проект профориентации молодежи. Забытого, но так нужного сегодня понятия. А сначала показать, что есть, рассказать, какие есть профессии. Потом воспитать, отправить на учебу, потом их возрастить и закрепить. А чтобы не происходил отток. А студент Симферопольского университета готов реализовать проект по набору необходимого на Дальнем Востоке персонала в родном Крыму. Основная задача моя с помощью моего университета и Республики Крым помочь Дальнему Востоку с кадровой политикой, которая сейчас очень сильно нуждается в молодых специалистах, в молодых ученых, аспирантах, врачах, учителях. В первой смене больше ста участников. Все они получат возможность защитить свой проект перед лицом экспертов, среди которых видны ученые и специалисты. Лучшие получат гранты на реализацию своих идей и возможность лично воплотить их в жизнь. Через две недели с площадки форума выйдут уже отшлифованные проекты, созданные для Дальнего Востока молодыми людьми со всей страны, в которые единство не измеряется расстояниями. Россия священная наша держава, Россия любит. Сергей Арсеньевич, Антон Гвоздецкий. Вести и Туруп. Курилы.